Они развратились, совершили гнусные преступления. Это Писание говорит так. И этому придет конец. И будет плащ и скрежет зубов в озере Огненным с дьяволом. А кто принял Христа как спасителя, те будут находиться в Царстве Небесном с Христом. А на сколько это правда? На сто процентов. На сто процентов правда. Это подтверждается Святой Библией и Евангелием. Подтверждается воскресшими людьми, которые за гранью жизни были. И опытом, что это действительно так. Да уж. И что получается период воспитательства? Да я могу сказать, сколько человек, которые прислушались. Хорошие были беседы. Примерно 500 человек уже нашли. Чтобы рассказать людям о Христе, о Его любви. Что Он умер за грехи людей и зовет всех к покаянию. И верующий в Него имеет жизнь вечную. Грешники не хотят каяться. Они хотят и дальше жить, убеждая себя, что ничего нету. Хочешь что делать, никакого суда не будет. Большего обмана нет. Будет обязательно, потому что Бог справедлив. Правильно говорите. Я сам мусульманин. А мусульманин, это же человек, я так понимаю. Он человек. Ну я... Я верю. А раз человек, значит, у него закон какой-то должен быть. Коран. Да. Да. Вот. Что тут написано? Читать не умеете? Да вот такие, как православные. У нас стоят тоже на церковно-славянском, ничего не понимают. Мы одинаковые с вами. Такие же пеньки. Надо верить во Христа, что он спаситель. Он умер за грехи людей. Он взял грех мира на себя. В этом все. А нравственность эта проповедуется у многих. Даже коммунисты заботились. Моральный обрех коммунистов. Но без Христа никто не может спастись, потому что все грешники. А Бог грех просто так не прощает никогда и никому. Потому что возмездие за грех – смерть. Римлян 6.23. Поэтому наши грехи Христос взял, страдал, его прибили. И он воскрес. И теперь, когда мы обращаемся, за наш грех заплащено уже. Это образно сказать, как должники сидят в долговой яме, и пришел бы богатый и выкупил. Самим не вылезти. И вот мы об этом говорим. Кто-то принимает, кто-то не верит. Да, правильно ты говоришь. Хорошо, Отец. Да, мы говорим, что у нас большие ресурсы. Большие очень. Ютуб. Сайт. Я вот даю как ключ всем. По скайпу меня могут найти Игнатий Лапкин. Два слова. И там я могу скинуть все наши ресурсы. Огромные-огромные. Там все отвечено. Игнатий Лапкин. Да, Игнатий Лапкин. Два слова по скайпу. А я даю там скину и все. Многие мусульмане приходят. Мы им открываем это. Они могут теперь считать. Вот у нас Ютуб в нем, на Ютубе, на нашем канале, 17300 роликов. Вы понимаете, что это? Это такое больше нигде нету. У нас все есть. И Библия по частям. И Коран. Я 18-й том разбираю по сурам, аятам. Весь. В сравнении с Библией. И что было сказано, сделано мусульманами за 1300 лет. А на евреях у меня три тома написаны. Каждый том 752 страницы. Разбираю весь Талмуд. Что о евреях было сказано, что они сделали за 3600 лет. Мы знаем, что будет дальше. Мировые события как будут складываться. Притом с абсолютной, стопроцентной точностью. Какой правитель будет? До одного дня известно, кто будет, как и где. Будышем. Пророчества нет ни в одной книге мира, кроме как в Библии. Нигде. Никто ничего не знает. Библия – это откровение Божие. Вот написано было. Никто не знал. 2000 лет было. Написано. И пала с неба звезда. Имя ей Полынь. И горькими сделались воды. И умерли многие. Что за Полынь? Какая Полынь? Четвертый реактор Чернобыля. Оказывается, по-украински Полынь. Черное Быдлие называется. Былие – это Былинка. И теперь, что отравлено припять. И люди отравлены, помирали сколько. Вот теперь время пришло разгадки. Вот 17-18 глава Апокалипсиса. Это, говорится, какой-то город великий. Город полный кровей. Торговля такая. От нее все обогатились. И этот город внезапно будет сожжен. Сожжен за один час. Этот город на семи холмах находится. И сегодня мы видим, только Москва подходит под это. Все свойства ее попадают. Сколько там расстреляно было, убито. И она семи холмовая. На водах многих, на многих народах. И она себя начинает звать Третий Рим. Как можно вот в жизни сделать так? Вот я честно, я пытаюсь не грешить. Но моя жизнь сводится с теми людьми, которые грешат на меня. Вот знаете, есть такая книга на земле. Вот она, перед вами. И из этой книги мы узнаем, что на землю приходил во плоти Иисус Христос, пришедший. И умер за грехи людей. И он говорит, без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. И он дает силу Духам Святым. И он освобождает от всего. Мы живем в этой же обстановке, как вы. Но нас это не трогает. Я когда маленький был, то мама говорила, вот так-то не вступай в пионеры, в комсомол. Там, не танцуй, не воруй, не пей, там, с женщинами, не знаешь. И меня Бог от всего сохранил. Но я искал Бога. Я не знал Евангелия. А Евангелие я получил в Библии в 23 года. В 23 года у меня шли. Я не делал то, что люди делают, но я знал, что я грешный. И меня не могли затянуть. Я за всю жизнь, мне 81 год, ни одного матерка еще не сказал. И когда я прочитал Слово Божие, теперь я ему отдался на служение, заповеди его соблюдать. И теперь вообще, где бы ты ни был, вот я был в таких трудных местах. За Слово Божие меня сажали, опять тюрем прошел. Это не игрушка какая-то. Меня в морозилке держали, и крутили, и вертели. И ничего не могли сделать. Я живой вернулся. Живой, реабилитирован, как политзаключенный. А те, которые судили меня, и следователи, и прокурор, все умерли. Вот видишь как? Так они грешат. Но я ни одного матерка за всю жизнь еще не сказал. Ни одного. Мне это противно слышать. Нельзя, потому что в Библии написано, за всякое праздное слово дадут отчет люди на суде Божьем. Злословящий отца и мать смертью умрет. Матерных, кто ругается. Вот если вам хочется больше узнать, у нас времени-то тут мало. Вы два слова запомните, это вам будет как ключ к нашему богатству. Два слова запишите себе. Ну, я на съемной квартире, я без ручки. Да, жалко, конечно. У меня все сложно в жизни. Напиши два слова. Хоть на стене, хоть где. Ну, давайте. Давайте, пишите. Игнатий Лапкин, это я. Игнатий Лапкин. Вот по скайпу, когда на меня зайдете, а я там один с этой фамилией, именем. Я вам скину свои ресурсы. У нас очень большой ютуб. Вот на сайте, сайт там, я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Это семья, работа, политика, социология, поэзия, культура. То есть 55 папок названия. А сколько вам лет, если вот так? 81-й год. Город Барнавула, тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Да, он бы так прожил в прошлом. Да, Господь так все устроил. Вот вы зайдете на ютуб, если на ютуб, вы увидите. У меня там немного, так сказать, подписчиков, 42 тысячи. И 43... Бог с ним. 43... Просмотров 43 миллиона. Это что, получается вам 81 год? О нет, еще не полный, 81-й только идет. Меня волнеет. Честно, я вот единственное, блин, я не знаю, как все, но, блин... Только не ругайте, ни одного слова плохого не говорите. Я очень прошу вас. Не-не-не, я другое хотел сказать. Я просто хотел сказать, если... Ну, у вас, понимаете, ну, всякая жизнебывая ситуация. Меня зовут Смирнов Александр. Александр? Смирнов Александр. Ну, Александр означает защитник людей. Вот, Смирнов Александр Сергеевич у меня. Вот, я не знаю, как это произойдет с вами. Если произойдет, вы, ну, когда туда попадете... Вы, ну, если отца мое увидите или вообще что-то, вы просто скажите, ну, вообще, скажите, что я прошу прощения. Не знаю. Особенно, если увидите моего папу, скажите, что я очень прошу прощения. А если перед Богом, если попадете, скажите, что он тоже просит прощения. Ну, я прошу. Смирнов Александр Сергеевич. Ну, ладно, как Богу угодно, так скажем. Мы идем туда. Дай Бог не потерпеть кораблекрушения, до конца дотянуть и пристать к вечной пристани любви Божией, к Царству Небесному. Просто скажите, если увидите, может быть, моего отца, а может быть, Бога, но вообще вы Бога, наверное, увидите, а не отца моего. Я не знаю, как там происходит. Просто я прошу вообще прощения, и я каюсь. И если это возможно, я покаюсь лучше вообще, ну, не в церкви, а реально, когда вы туда уйдете. Вы в церковь сходите. В церковь сходите. Сходите к священнику, исповедуйтесь. У нас нет этого. Я знаю, но я хожу, дело не в этом, но я верю в параномальные явления. Когда люди уходят, я просто, вы не первый. Я одному человеку то же самое сказал, и он через неделю ушел. Ну, не потому что я хотел, а потому что он ушел. А я успел бабушке той самой сказать, серпке, то, что, ну, то, что я хотел, ну, вообще. Я надеюсь, она передала, не передала, ну, не знаю, но бабушке это нету, конечно. Но то, что я ее видел, и то, что я просил передать на тот свет, я передал. Я просто верю в параномальные явления, если человек умрет, типа, он там, и, может быть, с кем-то встретится там, блин. И просто это реально больше будет, чем в церкви, на самом деле. Поэтому я бабушке тогда передал, а сейчас, я думаю, надо вам передать, то, что, если выйти моего папу... Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, это не во власти человека. Мы не знаем, где будем, и встретимся с кем. Помориться, вы можете в храм, пойдите в храм. Я просто хочу вам сказать одно. Если вы увидите либо Господа, попросите от меня прощения. Как Богу угодно. Если вы увидите Господа Бога. Если вы увидите Отца, попросите тоже прощения от меня. Так, вы уже сказали три раза, это больше не повторяйте. Во славу Божию, все, пока. Вы зайдите на наш сайт, на это сказать, в скайпе меня найдите, я вам скину материалы. Вам это очень сильно поможет. Всего хорошего, с Богом. Поможет то, что вы будете...